МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кутки выборщика, тематичные плакаты и вуличные растяжки. Регион рыхтуется до проведения выборов у Мясовая Советы. У Снежным Полонне с наступствами Непога дезмагалися коммунальные и дорожные службы. МНС выратовывали школьный аутобус. Сила Добрыни и Клопату сёння стародят Лавицкую больницу с подарунками наведали активистки Клуба деловых жанчин. А зараз об этом иншим больше подробязно. Державных узнагороду достойны 89 человек. Отповедный указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Представники разных сфер деятельности узнагороджены орденами и медалями за шматгадовую пленную працу, узорное выполнение службовых обовязков, значные особистые уклады, досягнутые поспехи. У приватности орденом Айчины третьей ступени узнагороджены директор КСУП Брыльева Аркадь Кобрусеу. На роджении и выхывании детей не меньше отказная праца. Орденом мати узнагороджены 12 жихарок Гомельской и Гродинской областей. У их лику выхывальница Старосельского детячего сада Веткаускага района Наталья Баброуникова и мастацкий керауник Капцевицкого сельского дома культуры, Петрыковского районного центра культуры и народной творчасти Алена Житковец. Застается еще помешивать наших коллег, чие профессийные досягнения так само были отзначены у этой дни. Уласный корреспондент Белта по Гомельской области Валерий Сидорчик узнагороджены гоноровой грамотой Гомельского областного выканавчего комитета, а редактор газеты «Гомельские ведомости» Дмитрий Чарнявский стал лауреатом диплома первой ступени конкурсу журналистского майстерства «Золотый зубр». ИОН организованы с упольностью журналистов России и Беларуси, друзья сябры и Беларуским союзом журналистов. Больше за 5800 участков для голосования створено в Беларуси на местовых выборах. Такую информацию разместил Центр выборкам. Больше за все участков створено в Гомельской области – 1022. Нагадаем, по 8-й студене у ключ надолжится вылучение кандидатов у депутаты. Зробить это можно шляхом сбора подписов от политических партий и от працованных коллективов. И в протяг темы – кутки выборщика, тематичные плакаты и вуличные растяжки. Брахинский район рыхтуется до проведения выборов у Мясовые советы. Межтым депутатский корпус, який был обранный 4 года тому, протягивает свою деятельность в обычном режиме. С Мясовыми депутатами встретился Олег Синцеров. У поселку Камарын выборчий участок будет находиться в фойе культурно-спортивного центра. Вот тут будут места для членов комиссии, тут кабины для голосования и помощь, столы для надзиральников. Коли мерковать по передних выборах, то о Камарине удел у голосования, прямая клят 98% населительства. Поселок Камарын был первым населенным пунктом Беларуси, вызволенным от немецко-фашистских захопников. Отповедная и советская улада тут была одновлена ранее, чем на инших территориях. А в своем героичном минолом о Камарине памятуюсь, а лишь живут сучастным. Акционерное товариство Камаринское – одно из самых великих на Гомищине. Неколи оно обеднало 7 господарок и теперь займает площадь, а малю 750 квадратных километров. Директор Рыгор Анапреенко увесит час на объектах. Коли у целом по области от кожной коровы селета плануется отримать 6000 литров молока, то у Камарынска меркует выйти на узровень 7100. Правда, вытворчая клопота не перескажают директору выконовать и свои депутатские обовязки. У Брагинским районном совете он уже пять скликанил. Кажет, что на посяжение запрашают у всех керевников местовых предприемств. Но у депутата есть одна перевага, и он может не только слухать, а и выращать. Депутат голосует на сессии, принимает решения. От него зависит решение, которое принимают на сессии от руководителя. Он как приглашенный, если он не является депутатом. Помимо этого ведем же по графику прием граждан. У главного врача Брагинской районной больницы «Игра Керене» депутатский стаж «Борж Степли». Свой значок его натримал только четыре года тому. Правда, на выньки депутатской деятельности, таки относительно невеликий термин, не впливаем. У «Игра Керене» есть час с населением сосредоточиться и медицинскую базу района развивать. Сирот новаций у Галине, электронные рецепты, записи про интернет и дистанционное консультивание. Набытью, необходимого для районной больницы медицинского обсталевания, уключающий пересованные у дымнику и выник работы депутата с областными районными уладами, на Брагинщине шмат сельского населения, которое повинно отримать гарантованную державой медицинскую допомогу в полном объеме. У нас есть передвижная медицинская амбулатория, что достаточно востребовано населением. И, конечно же, это обеспечивает доступность медицинской помощи именно отдаленным населенным пунктам, потому что наш район, его протяженность более 100 километров. И, конечно, система здравоохранения, она должна быть и адаптирована, и ориентирована, прежде всего, на первоочередное обслуживание именно сельских жителей. Алексей Тюров, Ёген Макеенко, телерадиокампания «Гомель», Брагинский район. С первого студента на территории пяти краин Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана будет денежать мытный кодекс Евразийского экономического союза. С нововведениями субъекта у господарения ознайомили на сустрече, якая пройшла у гомельским филиале «Белмыц-сервису». Новое мытное законодавство распрацовано с уликами сучасного озроуния развития электронных технологий. И оно утримливает смены, корыстные для предпринимательников. Кодекс юридично замоцовывает махчимость для удельника внешней экономической деятельности при наявности электронного лечебного подписа выполнять большинство операций со своего компьютера празинтернет и взаимодействовать с информационной системой мытного органа. Одночасово с этим новое законодавство позбавить субъекты господарения от необходимости представлять умытню документы, на подставе яких была заполнена электронная декларация. Продъявлять их треба будет только в таких выпадках, коли спрацуют профили «Рызыки». Их это будут только те документы, якие вызначыць информационная система, а не супрацовник мытни. У широку выпадка урашэння об регистрации декларации на товары и их выпуску могут приматься информационными системами автоматично, без уделу инспектора. Это и упрощение, и снижение времени. А это, за свою очередь, ведет за снижением и сдержек субъектов хозяйствования непосредственно для производства выпуска товара. Згодно с новым кодексом, час выпуска товара ускоротится до 4-х годин. Для паравнанья заразных это потребуется больше за сутки. Дед Мороз заплатил податок. С таким закликом доголовного святочного героя звернулися супрацовники податковой службы. Напереды дни Нового года и калядау послуга веншаванне Деда Мороза и Снягурки становится вельми популярной. Жадаючая ее оказывать, перед тем, як отправиться разносить подарунки, повинны письмова поведомить про гэта податковую инспекцию и заплатить адзины податок. При этом не треба регистроваться у якости индивидуальных предприимальников, а так само предоставлять справоздачность и вести бухгалтерский улик. Гэта штычат садзейности музыкантов и танцоров, які опланують працаваць на новогодніх святах. За податковой информацией можно звернуться у податковую инспекцию Центрального района Гомеля по номере 236740. Единый налог при оказании услуг музыкального обслуживания и поздравления с Новым годом ставка составляет 123 рубля. Ну, также многие жители у нас снимают свои новогодние корпоративы внутренние, поэтому видеосъемка составляет ставка единого налога 128 рублей. Фото, если кто-то хочет запечатлеть, 101 рубль в месяц. У Беларусь вернулася зима. Сёння под уплывом активных атмосферных фронтов на усходе краины чакаются снегопады и мятелица. У Гомельской области объявлены оранжевы узровень небезпеки. Узмутненная уборка снега у регионе распочалась и еще в другой полове минулого дня. Работы протягиваются и зараз. На линии выведено свыше 300 одинок техники. Зрасходовано больше, как тысяча тонн пешчано-соляной сумеси. В оголе до зимы у Гомельской области нарыхтовано 67 тысяч тонн сумеси. Такой колькости повинна у полной меры хапить на весь сезон. Нашей техники хватило. Она даже, скажем так, не в полном объеме была на линии. Поэтому, в принципе, коммунальные службы справлялись собственными силами и каких-то таких проблем не ощущалось. Как видите, снегопад продолжается и техника находится на линии, работает, чистит. Все в штатном режиме. Ничего такого критического в данной ситуации нет. Но в любом случае, на всякий случай у нас есть и возможности, и договоренности со смежными организациями. Если не будет справляться, если что, коммунальная техника с очень обильными снегопадами, то будут задействованы сторонние организации. На некоторых трассах утворился снежно-ледяный накат, а на особных участках снежные суметы. На жаль, не все водители смогли заховать пильность у складанных умовах на дворья. За сутки в области зарегистровано 55 ДТЗ, у которых три человека отримали травмы. Держа от инспекции увела план «Снежные заносы». Супрационники ДАИ просить у всех удельников дорожного руха быть, как мога, больше важливыми на дорозе. До речи, снег чекается и завтра. Дискомфорту додасть порывистый ветер. Температура поветра у ночи складе 1,7 градуса мороза, у день от минус 5 до плюс 1 градуса. Сегодня в 8-й године ранецы у Брагинское районное подразделение МНС поступило поведомление об тем, что у везцы «Красная Нива» у снежным сумете затрымался школьный аутобус с детьми. Аутобус накировался у середнюю школу у везку «Маложен». У им находилися 23 человеки, 20 яких дети во взросле от 4 до 17 годов. Вратовальники при допомозе специального обсталявания вызвалили транспортный сродок со снежного сумету. После сотрудники МНС сопроводили школьный аутобус до расчищенной дороги, и он протягнул свой шлях. У надыходящие святы никто не повинен застаться без уваги, клопоту и подарунку. Сегодня активистки громадского объединения Клуб Деловых Жанчин завитали у Стародятловицкую больницу Сястринского догляду. Доброчинную акцию подтримали так само предприемства региона. Дмитрий Котов с подробностями. Стародятловицкая больница Сястринского догляду оказывает медицинскую допомогу людям пожилого взрослого и инвалидам, больше из яких застались без подтримки родных. Зарастут постоянно проживая коля 40 человек. Святошный настрой подчас акции для их створили артисты Центра творчести, детей и молодей Новобелецкого района. Так само в программе постановка Илья Личного театра. Это не только мне, это всем приятно. Пускай почаще приезжают. Приезжают с дедом морозом, желают здоровья. Очень хорошо. Во-первых, это поднимается настроение, какой-то тонус поднимается. И забываешь про свои болячки. Зрабить подарунки для пациентов в больнице клубы деловых женщин допомогли такие предприемства, как Гомель Хлепрам, Червоный Мазыранин и автобусный парк номер один. До кожного пациента гости пришли особистые упокои, повиншевались надыходящими святами, обмерковали новины и пожадали худшейшего выздоровления. Хочется радость хотя бы в такие праздничные дни подарить хотя бы минуточку радости для таких больных. Хочется людей призвать, что до Нового года, до Рождества еще есть время найти людей, которые нуждаются в нашем тепле и заботе. Первый визит клуба деловых женщин у этой установы отбылся в 2006 году. С того часу я ныне николи не покидают без уваги пожилых людей. Дмитрий Кота, Валерий Гапанько, отеля радиокомпания «Гомель». У этой дни у Гомельской области проходит пленум Центрального Совета Белорусской Республиканской Пионерской Организации. Сегодня у Гомеля собрались члены Совета за всей краю. Завтра они плануют наведать Светлогорские и Жлобинские районы. Программа пленума продуглеживает обмен опытом работы, включая пресс-конференции и диалоги для ведения открытой размовы на актуальные пытания. Все для того, чтобы выслухать меркование и пропоновые подрастающие поколения. Все лето пионерскому руху исполнилось 95 годов. Белорусская Республиканская Пионерская Организация, протягивая лепшие традиции советских пионеров, изъявляется самым буйным детячим объединением краины. Дети и подлетки принимают у делу шматликих громадско-патриотичных проектах, доброчинных акциях, волонтерским руху, творчих и спортивных споборництвах. И у этой активной громадской деятельности им допомагают старые шеи сябры коллеги. Подчас пленума у Гомеля отбылось обранье старшини Центрального Совета Организации. Ей стала Александра Ганчарова. Наши добрые дела, которые мы творим, которые мы реализуем, они уже у всех на слуху. Наши конкурсы пионерские и октябряцкие. Поэтому я думаю, что с сегодняшнего дня у нас появится еще больше проектов, которые сплотят вместе наших деток на благо нашей родной Беларуси. В областном центре открылась выстава иконы святых писаний с фонда у Гомельской епархии Беларусской Православной Церквы. Экспозиция разместилась у Палацы культуры чугуночников. Основу выставы складают образы так званого беларуского народного иконопису 19-20-го стагодзеу. И он формировался як хатня, альбо семейным. Подобные иконы дарили новонародженным, ими благословляли нашлюб. Семейная икона передавалась с поколения у поколения и зауседы находилась на гоноровом месте у доме. На выставе у Гомеля представлено больше 30 икон подняпровского и полесского регионов, собранных епархиальным музеем. Многие прошли рестаурацию. Очень много икон поступает в очень тяжелом состоянии, обожженные, осыпавшиеся, покрытые копоть. Все это с помощью разных реставрационных методик, как она приводится в хорошее состояние. Конечно, это не будет новая икона, но икона будет открывать тот образ, который видели наши отцы, наши деды. Как она писалась, икона эта. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!